Евгений Иванович Овсянкин Иван Степанович работал с щитоводом, в начале войны ушел на фронт рядовым сапером и пропал без вести в 1944 году. Мама Анастасия Андреевна всю жизнь трудилась в колхозе. Уже в начальной школе, в которую приходилось ходить за три километра от дома, Евгений пристрастился к чтению. Учеба давалась ему легко. Первые четыре класса он окончил с похвальной грамотой. В годы Великой Отечественной войны большой семье Овсянкиных, в которой было пятеро детей, жилось трудно, голодно. И тогда мать устроила Евгения в колхоз, где практически не осталось грамотных людей, помощником щитовода. Полтора года он проработал с щитоводом трудодней. Приходилось трудиться и на лесоповале. Закончив семилетку, осенью 1943 года поступил в Шенкурское педагогическое училище. Это был его первый университет. Евгений вместе с однокурсниками работает на погрузке сена, картофеля и овощей, на сплаве заготовки дров. Как и все мальчишки, стремится попасть добровольцем на фронт. На военкомате сказали, сначала закончим педучилище, потом отправим в военное на офицера учиться. Однако война заканчивается, и Евгений продолжает обучение. В 1946 году в журнале появилась первая публикация Овсянкина. Директор училища Александр Семенович Велицын отзывался о нем так. Очень эрудированный, вдумчивый молодой человек. Уверен, что ему по силам научная работа. И рекомендовал к поступлению в Архангельский педагогический институт. Евгений выбрал историко-филологический факультет. В студенческие годы произошло важное событие в личной жизни Евгения. 30 января 1950 года Евгений Иванович и Евгения Ивановна стали мужем и женой. Честолюбивых замыслов у меня не было. У моего поколения был другой менталитет. Я готовился к учительской работе на родине в Шинкурском районе. Уже с районным отделом образования списался. Но на четвертом курсе института заболел турбикулезом. Сказали с голодухой и холод во время учебы в ВУЗе. Думал, что я до 30 лет не доживу. Но помогла крестьянская выносливость. Врачи посоветовали не уезжать из Архангельска, чтобы наблюдаться у них, лечиться. Вспоминал Евгений Иванович. Благодаря хлопотам преподавателей, института и друзей Евгений был отправлен на лечение сначала в санаторий под Выборгом, а затем в Ялту. Болезнь удалось победить. Овсянки сдал экзамены за четвертый курс. Но госэкзамены по совету врачей пришлось перенести на год. Сдав ее блестяще, Евгений получил диплом с отличием. По распределению был направлен в 22-ю, тогда мужскую. Раздельное обучение осуществало до 1954 года в школу. Евгений Иванович является автором научных и публицистических работ по истории Архангельского Севера. Внес большой вклад в изучение истории молодежных организаций области, гражданской войны и интервенций на русском севере, денежной политики Северной России. Исследовал кривический аспект Великой Отечественной войны, трудовые и боевые подвиги северян. В 90-е годы Евгений Иванович собирал материалы и писал книгу «Архангельск-купеческий», которая занимает особое место в его научном творчестве. Автор в этом фундаментальном труде открывает для читателей вне исследованию ранее историю предпринимательства, послушившего экономическому развитию Севера. Рассказывает о судьбах деловых людей. Эта тема долгое время была под запретом. Книга вызвала большой интерес как в России, так и за рубежом. Книга «Завод на Северной Двине» написана с использованием воспоминаний ветеранов. И разнообразных документов впервые воссоздает целостную историю старейшего в России лесопильно-деревообрабатывающего предприятия открытого акционерного общества «Лесозавод номер 3». В книге подробно рассказывается о создателях лесозавода, архангельских купцах Альберте Суркове и Егоре Шергольде. О тех, кто расширял комбинат, оснащал его новой техникой, кто с оружием в руках защищал Отечество в годы Великой Отечественной войны, кто трудился в его цехах и в наши дни. Летопись города Архангельска – первая хроника важнейших событий и явлений четырехвековой истории столицы Беломорья. При подготовке ее использованы архивные документы, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, а также печатные источники. Из массы фактического материала авторы постарались извлечь наиболее яркие, важные и интересные события истории города, его общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни. Конечно, самой знаменитой книгой Евгения Ивановича является книга «Имена Архангельских улиц». В современном Архангельске более 500 улиц, проспектов, площадей и переулков. На протяжении четырех веков формировался город, и имена его улиц отражали многообразие экономической, культурной и политической жизни Севера и всей страны. Это книга справочного характера. В ней можно найти сведения о происхождении самобытных северных названий. Подобно историку-летописцу, книги помогают воссоздать портрет минувшего времени. Продолжение следует...